Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам настроения и удачных вам боев. Сегодня мы катаемся на Kernervan Defender. Это новый тяж 8 уровня, который пополнил коллекцию защитников. Он у нас появился вот в таких вот всяких интересных предложениях, где можно покупать контейнеры и ключи, но в основном это за реальные деньги, и один ключ можно купить за золото. И реально контейнеры эти дают как бы вам в боях, и вы можете их иногда пооткрывать. Стоит ли открывать, стоит ли тратить деньги и голду? Сегодня покатаемся, разберемся, потестируем броню, берем чайк печеньки и поехали! Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Будет еще много интересного, стараюсь максимально полезны и интересные видосики делать для вас, ребят. На данный момент для того, чтобы выбить Kernervan Defender, вам придется открывать запертые контейнеры. Шанс выпадения танка из них всего 3%. Это реально очень мало. Но мне повезло, я выбил его прямо на стриме недавно. Можете зайти посмотреть, оставлю ссылочку в описании. Наверное, описание Kernervan Defender стоит начать с того, что танк очень медленный. Максимальная скорость всего 30 км в час. Да и скорость поворота шасси действительно слабенькая. Перемещаться по карте танку реально сложно, поэтому выбирать направление атаки нужно заранее. Ведь проехать в другой конец карты или просто сменить позицию довольно-таки проблематично. Еще один важный момент это то, что у танка барабан на 3 снаряда. Урон за выстрел 280 единиц, а перезарядка между снарядами 3 секунды. То есть за 6 секунд вы отправляете во врага 840 урона. Это реально немало. Ну и после этого уходите на долгую перезарядку почти в 20 секунд. Если сравнивать с другими барабанщиками на уровне, то ДПМ у Kernervan Defender не самый лучший. Да и урон за выстрел у них зачастую побольше. Но и брони у них часто не так много, как у этого танка. Он действительно хорошо забронирован в лобовой проекции. Броню мы, конечно же, еще сегодня потестируем в тренировочной комнате. По комфорту орудие у нового защитника, кстати, очень приятное. Шикарные углонаводки в минус 10 градусов позволяют вам реально вести огонь в холмистой местности достаточно уверенно. Да и по точности тоже все хорошо. Стабилизация вообще одна из лучших. Единственное, что выпадает из этой картины, это сведение. Его нужно обязательно компенсировать каким-то оборудованием. Оно очень долгое. Единственное, что еще хотелось бы посоветовать, никогда не танкуйте бортом на этом танке. Борта забронированы очень слабенько и, честно говоря, не вытанковывают абсолютно практически ничего. Так что это тоже важно учитывать. А мы отправляем последний барабан во врага и завершаем этот бой. Смотрите, 3200 дамага и это всего лишь вторая степень. Для восьмого уровня это очень даже хороший показатель. Даже первую степень мне не дали, это значит, что танк может играться еще и лучше. И смотрите, что по фарму. Танк действительно приносит какие-то кредиты. Я так посчитал, что в целом примерно за поражение вы будете получать около 35 тысяч кредитов в среднем. Но и за хорошую победу будет около 65 тысяч чистыми. В принципе, танк фармит и это тоже приятно. Что мне еще понравилось у этого танка, так это внешний вид. Действительно, сзади сверкают электрические разряды. На стволе тоже появляются молнии. Короче, визуально танк выглядит реально прикольно. Смотрите, барабан откидывается очень быстро. Действительно, откидали и ушли на КД. Очень даже прикольно на самом деле. Танк пол-ХП буквально снесли. КВ-3 просто даже не ожидал, наверное, такого поворота событий. Здесь у нас заезжает Йох. Кстати, седьмые уровни частенько смотрят на вас и даже не знают, куда вас пробивать. Башня и корпус забронированы в лобовой проекции очень даже хорошо. Так, откидываем свои снарядики. Смотрите, отлично откидываются снаряды. Плюс УВНы. Минус 10 градусов позволяют за холмики, да, всякие постреливать. Мы еще и танкуем. Отлично. И даже голдой частенько семерки вас не смогут пробить в лобовой проекции, если прятать нижний бронелист. И это реально очень-очень даже неплохо на самом деле. Так, там у нас Челленджер летит. Сейчас мы уже почти перезарядились. Надо попробовать его подловить. Он там залетает на наших ребят. Попадем. Отлично. Вообще хорошо попадает танк, если при полном сведении. Но сводится действительно долговато. Так что это всегда надо учитывать. Немножечко как бы стараться больше не двигаться. Наверное, в бою. Отлично вылетает максималка. Супер. Ну, пробитие, кстати, не самое лучшее. Я вам сразу скажу, с пробитием немножечко все-таки проблемы. Оно такое, слабовато. И на голде тоже пробитие немножечко слабое по сравнению с другими танками восьмого уровня. Поэтому это тоже надо учитывать. Ну, можно, конечно, зарядить вместо вентиляции калибровые снаряды. Тогда будет немножечко полегче. Так, отлично откадешились. Откидываем еще один барабан. Альфа. Единственное, что немножечко меньше, да, чем у конкурентов. В основном у других танков по 310 альфы. А здесь всего 280. Еще один бой на 3200 дамага. В принципе, не так уж и сложно. Опять же, вторая степень. По команде все хорошо. И действительно, танк может в хороших руках. Я думаю, танк многим зайдет из-за хорошей брони и наличия барабана. Что мне действительно понравилось на этом танке, так это хорошее наличие лобовой брони. Часто даже танки восьмого уровня не смогут вас пробить без голды, если вы спрячете свой нижний бронелист. Заняв какую-нибудь грамотную позицию, вы сможете натанковать нехило так урона в бою. И это очень действительно приятно. Нечасто танки у нас на восьмом уровне могут похвастаться даже тяжей. Такой хорошей ультимативной броней, которую без голды действительно трудно пробить. Так, я тут немножечко подставляюсь. Но, как видите, все равно натанковал сколько урона. Три непробития точно прилетело мне. И вот, смотрите, вот вам танкует танк очень приятно. Пробую танковать от борта. Но я вам скажу, что вот, так сказать, практика показывает, что танкование бортом не всегда, так сказать, дает свои плоды. Поэтому это тоже важно понимать. Так, отлично, отправляем еще один барабан во врагов. Не все залетает, к сожалению. Бронированные танки все же есть у нас такие, как Эмиль-1. Но все равно стараемся. Так, я уже почти-почти перезарядил свой барабан. Ищу следующую цель. Всегда надо как-то продумывать на барабанщиках немножечко заранее свои действия. Так, Эмиль отстрелял один снаряд. Все, поехали на него. Пробуем на ходу стрелять. Но с ближних дистанций, в принципе, можно. Даже что-то танканул. Отлично, отправляем в Эмиля барабан. Супер. Так, один снарядик у нас еще остался. Т-77 доберет. О, не добирает, отлично. Может быть, нам сейчас достанется фражочек. Но эти сведения долговатые. Даже с ближних дистанций все равно приходится потратить немножечко времени на сведения. Так, отлично. Кто следующий у нас на очереди? Т-69, Т-44. И где-то ИСу еще притаился. Ну что, пробьет нас? Нет, он посмотрел на нас, вы видели? И такой, нет, я не буду по нему стрелять. Какой смысл? Вот так часто видят вас танки в своем прицеле и не знают, куда вас пробить. Тем более, танк новый. Еще не все знают реально, что по броне. Отлично. Отправляем в Т-69, собственно говоря, пару снарядов. Добираем его. Осталось только добрать ИСу. Но не успеваем, к сожалению. Не так много урона, как в предыдущих боях. Но посмотрите, сколько наблокировали. Действительно, танк может танковать. И давайте, кстати, посмотрим на броню и разберем ее полностью. Ребят, ну вот так выглядит Кернер Ван Дефендер в прицеле танков седьмого уровня с пробитием 175. Ну, забронировано очень круто. Башня вообще монолит просто красный какой-то, не пробивающийся. Две есть вот эти вот серые зоны. Сейчас попробуем по ним пострелять. Я не думаю, что они пробиваются. Наверное, это все-таки фейковая какая-то серая зона. На самом деле, здесь, ну, как бы брони хватает, на самом деле. И на схеме бронирования это тоже видно. И смотрите, есть маленькая командирская башенка, которая пробивается только вот в эту маленькую полоску. Выцелить туда можно, но довольно-таки сложно. И вот эта вот, кстати, зона, куда я сейчас попал, реально пробивается. Давайте еще попробуем пострелять по вот этой вот зоне. Видите, в маленькую полосочку. Только если вы сюда попадете, можно пробить. А так, 175 пробития не пробивает башню вообще. В ЛД тоже не пробивается. Действительно, очень много брони. Очень много. Просто красный-красный монолит. Но есть картонный НЛД. Действительно, пробивается очень легко. Здесь, как бы, маловато брони, на самом деле. Так что нижний бронелист всегда нужно прятать. Прицеле танков восьмого уровня, уже с пробитием 225, ситуация не сильно меняется. Точно такая же полосочка. Точно такое же здесь окошечко маленькое. Сюда, в эти зоны, все равно не пробивается. Башня реально и в ЛД просто монолит. Ну, действительно, хорошо забронирован даже для танков восьмого уровня, не говоря уже о семерках. Ну, и если танк довернет к вам ромбом, то, в принципе, пробивается очень легко. В брони, в бортах, как я уже говорил, абсолютно вообще практически нет. Даже под небольшим углом, смотрите, каким маленьким пробивается, очень легко. Ну, и если вы будете на близкой дистанции, то, в принципе, можно пробивать вот в этот вот шарфик под маской орудия. В принципе, сюда можно закинуть, но сдалека это практически нереально сделать. Ну, и если вы оказались в прицеле танков девятого уровня или восьмерки, зарядивая голду, то, в принципе, танк выглядит вот так. Пробиваются уже в башню, именно в центральную часть. Маску орудия пробить практически нереально. Здесь очень много брони, даже голдой. Как видите, восьмерки не смогут вас сюда пробить, но вокруг маски орудия пробить действительно можно. Но в ЛД все равно танкует, и в башне все равно много очень красных зон. Так что даже танки девятого уровня часто не смогут вас пробить. Это просто очень круто на самом деле. И смело можно сделать вывод, что танк забронирован очень хорошо. По снаряжению, амуниции и оборудованию вот какие нюансы. Обязательно универсальный восстановительный комплект, аптечку, потому что мехвода часто критуют. И здесь можно поставить форсаж, но я бы не сказал, что он сильно помогает в бою, поэтому его можно заменить на дополнительную ремку. По амуниции все максимально стандартно, ничего здесь нового. Ставим пудинг с чаем, улучшенное топливо и черный чай. И по оборудованию смотрите какие нюансы. В принципе, если вам не хватает пробития, а его часто будет наверное не хватать, особенно против танков девятого уровня, можно поставить калиброванные снаряды. Но я все же посоветую улучшенную вентиляцию, потому что это дает к времени сведения и немножечко к подвижности. А этого танку сильно не хватает. Обязательно два модуля на сведение, потому что я катался и со сбалансированным орудием. Честно говоря, с ним отвратительно себя ведет танк, поэтому лучше поставьте стабилизатор вертикальной наводки. Здесь обязательно подкручены обороты двигателя, усиливаем броню усиленной броней и, собственно говоря, улучшена оптика. Также хотелось бы отметить, что танк реально очень большой. У него огромный силуэт. Если даже сравнивать его с другими танками, он действительно будет гораздо длиннее и больше. Такие танки, вот, к примеру, Type 57, смотрите, действительно гораздо меньше смотрятся, чем Kernervan Defender. Это всегда важно понимать и не подставлять свой борт, потому что в борт вам прилетит по-любому, не попасть в него просто невозможно. Ребят, ну, в общем, вот такой вот у нас сегодня обзорчик на Kernervan Defender. Ну, я скажу, что танк мне действительно понравился. Я не жалею, что выбил его из контейнера и потратил на него ключи. Но, честно говоря, открывать контейнеры за бабло я бы точно не стал. Так что, если у вас есть возможность потратить голду на этот танк, то можно. А если за реальные деньги, то я вам не советую. Танк действительно хорош, очень хорошо танкует, но очень медленный. И барабан, ну, в принципе, приятный и с более-менее приятным орудием. Вот примерно такой вердикт, ребят. Ну, с вами был Ежаня, великолепно вам отличнейшего настроения. Обязательно напишите какой-нибудь приятный комментарий, поставьте видосику лайк, пожалуйста. И подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Также можете прийти на стримы по воскресеньям. Ну и спасибо, что смотрели. Конечно же, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok